здравствуйте дамы и господа доброго вечера вот уже и февраль наступил вот пролетел январь и так не заметишь как уже опять новый год пора будет отмечать сегодня у нас тема о приемах пищи на руси и не только и не только о приемах пищи мы будем с вами сегодня говорить будем разбираться в этимологии слов например там завтрак обед ужин и так далее упомянем еще также конечно полдник закуску вспомним английский ланч или как еще говорят ленч на самом деле если взять вот именно завтрак и саму этимологию этого слова да вот казалось бы странно завтраком мы начинаем свой день в том числе и как бы так сказать пищевой день некоторые ученые даже на полном серьезе считают завтрак наиболее важным приемом пищи в течение дня что меньше риска ожирения меньше риска возникновения сахарного диабета у тех кто регулярно именно завтракать как вот говорят завтрак съешь сам обед поделись с другом ужин дай врагу типа что ужин он вот фу-фу он самый такой не полезный опять же любопытный факт большинство граждан россии самой вредной своей привычкой назвали не курение и не алкоголь а именно вот поедание чего-нибудь вкусненького на ночь глядя вот это вот действительно просто национальная проблема так вот почему же завтрак называется завтрак если мы его едим как бы вот сегодня начинаем день почему не сегодня а именно завтрак очень просто пошло еще с эпохи средневековья когда наши предки вставали очень очень рано там в 4 в 5 часов утра да вот мы с вами встающие на каникулах или в отпуске там в час в два дня вообще слышали о существовании такого времени некоторые из нас наверное когда есть эта возможность ложатся спать в то время когда наши предки вставали и понимаю что утром не будет много времени там раскочегаривать печку растапливать готовит полноценный прием пищи многие хозяйки еще с вечера уже потушенной остывающей печки могли что-нибудь подготовить или оставить прям в печке чтобы не остыла до утра какую-то еду вот на самом деле многие из нас наверное так делают вот я когда ранние группы наверно вокзале туристов встречать я заранее что-то могу подготовить допустим там термос сразу кидаю чайный пакетик чтобы утром его чисто залить кипятком если кружка с чаем кладут чайный пакет заранее кладут мир там сахарок чтобы утром опять же чисто вот минимизировать те движения которые мне предстоит сделать если я утром что-то там готовлю на кухне чтобы позавтракать вот поэтому от слова завтра это на завтра это не трогай с этого на мы начнем день завтра ранним ранним утром да вот в на самом деле если взять по суточному времени по суточному времени дамы и господа то исторически ну понятно дело что когда было чем и была возможность наши предки восточные славяне по сути принимали пищу в общем-то пять раз в день завтрак завтрак очень очень ранний очень ранний там пять утра позавтракали тем что с вечера подготовили поели все пошли работать потом примерно ну плюс минус конечно там же но это не заводы там по свистку там все делается там заводом сирена проревела все обед часов девять утра легкий перекус легкий перекус чтобы продержаться именно до обеда в наши дни обед когда человек говорит там это там сделаю перед обедом или сделаю сразу после обеда понятно что у каждого человека слово обед понятие растяжимое но в среднем среднестатистический обед в россии это от 13 до 14 часов вот во франции например во франции там с 13 до 15 до француза два часа обедают они вот едят конечно не по-русски они совершают очень большой грех когда кушают мы об этом еще поговорим наши предки в полдень 12 часов обедают и обед обед у наших предков был основным приемом пищи в течение дня потом примерно где-то часиков в пять часиков в пять полдник до чем-то вот какой-то такой перекус и ужин ужинали 8 9 часов вечера тем что осталось от обеда и что-то обязательно могли приготовить уже на следующий день на завтрак и цикл опять вот повторяется повторяется и повторяется изо дня в день вот перевожу на нашу презентацию ну и заодно отворачивать себе тут подстыл немножко и извиняюсь продолжаем разговор о еде дамы и господа чтобы это не жаловались то потом что после эфира кушать вам захотелось с этимологии слова завтрак мы с вами разобрались это получается вот от действительно от именно слова завтра что со словом обед обед как считают историки ученые лингвисты это про славянское слово про славянское слово оно так и звучало обед обед и могло означать в принципе пищу или еду обед про славянское слово то есть это у многих славян особенно вот восточных южных вот это слово оно звучит одинаково слово ужин ужин что это такое это слово древнерусское оно еще могу звучит как ужина ужина или вечеря повечеряли как бывает встречается там в литературных произведениях в книжках там сказках да там сели вечерять то есть по-нашему это сели именно ужинать оно означало что-то вот полуполудневное полудневное вы можете удивить сказать какое полудневное вы чё ужин все на ночь глядя после спать пора понимание времени суток дня и ночи у наших предков было разное на самом деле ведь дамы и господи я же напомню наши предки исторически вставали очень и очень рано вот мы тоже на самом деле у нас же тоже не все однозначно мы тоже можем говорить там кто-то скажет три часа утра а а кто-то скажет три часа ночи все по-разному русский завтрак первый прием пищи в течение дня завтрак употребляют вкушают от пробуждения или от рассвета продолжаем разговор о пище до полудня до 12 часов дня так вот именно русский завтрак традиционный много времени никогда не занимал некогда рассусоливать работать пора идти встали то эти поели марш все на работу вот на самом деле что было категорически категорически исторически не принято за обычным приемом пищи на руси пир не в счет пир это социальное действие это общение это разговоры там песни пляски развлечения медвежья забава шуты не там бегают а а вот просто обычный обед простой семье там купеческой или мещанской крестьянской вообще прием пищи молча завтрак и обед обязательно ужин ужин поспокойнее почему потому что ну ужин как то уже ну закончилась работа уже как то знаете на расслабоне на чилле как-то ужин проводим русский завтрак молча еще сто лет назад вот в особо строгих таких семьях до консервативных патриархальных если вы вдруг даже шепотом там пытаетесь что нибудь какой-нибудь там хозяин там или дед какой-нибудь сидящий за столом прям строго так в брови скажет так встал и пошел начал болтать все наелся встал и вышел поэтому ели в тишине перед едой обязательно молились ну вообще русский человек исторически стакан воды там зевнуть чихнуть не мог без того чтобы не оснить себя крестом обязательно за русским завтраком на стол подают разнообразные каши часто с маслом с добавлением фруктов сухофруктов или орехов чай ну у кого была такая конечно возможность чай или цикорий ну в наши дни среднем обществе в наше общество с каждым годом остается все более и более кофейным разнообразные продукты из молока творог сыр сыр запеканки сметану сгущенное молоко фрукты яблоки груши клубнику малину смородину крыжовник русский завтрак он достаточно плотный и сытный потому что должен заряжать человека на рабочий день действительно упоминание о завтраке есть даже в слове о полку Игореве вот цитирую и полете соколом под мглами избивая гуси и лебеди завтраку и обеде и ужине вот так слово о полку Игореве это конец двенадцатого века вот и там уже упоминается именно о завтраке ну завтраке конечно есть еще и вот европейский завтрак или континентальный тут этимология названия пошла из Англии потому что там остров и континентом англичане называют страны Францию, Германию Испанию и другие континентальный завтрак обязательно присутствует горячий напиток и выпечка английский завтрак вот английский завтрак он очень сытный и он даже ну Англия прохладная страна он даже сытнее и на жористее русского у англичан у них там и яйца и тосты и бекон и колбасы грибы и так далее русский завтрак он все-таки не настолько прям тяжелый и жирный как у англичан вот китайцы славящиеся тоже своей высокой культурой и принятия пищи у них завтрак как раз наоборот очень легенький и состоит из просто огромного количества нет хозяйки которые потом мыть посуду ага огромного количества всяких там пиалочек чашечек тарелочек мисочек потому что вот у нас как бы у европейцев у восточных славян у русских как бы считается как говорил собакевич да помните в мертвых душах что я лучше съем двух блюд но съем волю вот как душа пожелает у китайцев там наоборот там будет по чуть-чуть но много мы берем качеством нажористостью китайцы берут количеством да вот действительно китайская трапеза это огромное количество вот этих вот всяких пиалочек мисочек и всего прочего обед да русский обед русский обед представлял собой как минимум две или даже более смены блюд в первую очередь это горячее горячее хотя на самом деле вообще традиционно все-таки обед очень часто начинался и на руси в том числе с закусок разнообразные закуски это могли быть соленья там огурцы это могли быть вот допустим как у казаков вот у них там соленые арбузы например да пробовал кто-нибудь соленый арбуз если пробовал напишите это могут быть какие-то овощи если сезон если вот они свежие то есть то что разжигает аппетит квашеная капустка которая кисленькая которая как раз вот такие блюда аппетит очень хорошо разжигают закусили закуску употребили приступили к горячим к горячим некоторые исследователи как это не удивительно вот я когда готыло с кофиру прочитал горячее первое блюдо тоже некоторые исследователи относят к закускам чему меня кстати немало удивило почему супы тоже возбуждают аппетит а обязанность закуски вот да именно не насытить а как бы наш организм так сказать размять как бы подготовить желудок к поступлению основного блюда то есть первое суп блюдо где жидкость бульон занимает по канону минимум пятьдесят процентов самого блюда потом идет второе основное блюдо хорошо насыщающее это могло быть мясо рыба картошка пельмени вот как на данной картиночке обычно это высококалорийное блюдо ну пельмени например те же возьмите действительно пельмени вот вроде поешь чуть-чуть а потом на весы встанешь и так опа елки-палки вот соленый арбуз видите как раз Юрий пробовал напишите Юрий свои впечатления вкусно невкусно я полярные точки зрения слышал завершаться обед мог какими-то сладкими блюдами ну понятное дело что семьи с достатком да они могли там просто говоря какую-то там пироженку себе приобрести сладость съесть семьи попроще могли закончить обед например свежими ягодами там малиной и крыжовником сладким когда сезон смородиной яблоком могли закончить обед каким-то блюдом с медом кого опять же была такая возможность вообще вот это вот культура обильная такой вот русской еды очень большой удар традиции русского потребления пищи нанесли реформы Петра Великого и не потому что Петр заставлял там кушать вечером на ассамблеях есть и много пить особенно спиртного на ассамблеи ездил маленький процент русского общества все эти бары додворяне и прочие все офицеры простой народ как жил так и жил правда гонять стали зачастую на работу очень далеко от дома строительство Петербурга там рытье каналов построек флот под Воронежем и т.д. и т.п. тульский оружейный завод опять же и у людей просто зачастую не бывало возможности пообедать например дома в сказках мы сталкиваемся с упоминанием что завязка некоторых сказок там вот младшего брата хозяйка там отправила в поле собрала котомку иди вон там старшим братьям и отцу принеси обед потому что они там косят чтобы им не отвлекаться на то чтобы возвращаться домой и дома есть не терять время ужин хорошо ужин в разных странах и в разных народах есть разные традиции этого кушания по-русски еще вечеря повечерять кто дамы и господа повечерял уже сегодня пишите в комментарии чем сегодня вечерять изволили причем ужинали вечером или по-старо-русски даже могли уже и ночью девять вечера десятый час вечера по-нашему вот сейчас да это уже ночь а вы посмотрите за окно вот сейчас дамы и господа ну мало ли может кто-то там из другого часового пояса но вообще все-таки извините январь месяц февраль февраль до 1 февраля еще не привык к этому еще световой день то сильно не прибыл поэтому час ужинать это по сути говорит уже и ночь на дворе ужин обычно бывал такой не очень плотный потому что просто банально кушали то что осталось уже от обеда но традиции ужина были в том что вся семья собиралась за столом уже торопиться в общем-то особо некуда день уже закончен после ужина уже все приготовляемся ложиться спать поэтому можно чувствовать себя несколько посвободнее и уже ну можно было там поговорить пообщаться как-то вот что-то там обсудить на завтра да какие-то дела и так далее то чего абсолютно не допускалось за завтраком и обедом уже допускалось за ужин однако дамы и господа были ну конечно у кого была возможность в том числе финансовая были еще дополнительные приемы пищи вот например допустим народы крайнего севера у них практически в нашем понимании приема пищи такого полноценного но они в течение дня многократно перекусывают ну вот у них вот традиция у них такая извините дамы и господа но кто там вечеряет приятного аппетита так вот слово полдник полдник легкая еда между обедом и ужином да действительно это русское слово полдень полдня прошло даже можно сказать так что самое уже тяжкое в общем то позади все уже вот там дальше останется только вот повечерять поужинать полдничали не так плотно как обедали могли допустим выпить стакан чая и съесть там ковригу хлеба смазанного маслом например да могли перекусить овощами или опять же фруктами например да на самом деле вот современные ученые да изучающие вот именно пищу да и нашу реакцию нашего организма на нее категорически не рекомендуют например для детей да и для взрослых в общем то тоже во время вот этого перекуса между обедом и ужином да есть там что-то тяжелое типа гамбургеров чипсов это все пересоленое острое пить газированную тем более сладкую воду лимонады это весьма и весьма не рекомендуется за полдником ну вот на самом деле полдник кто помнит там из детского сада или вот допустим когда я работал в детском лагере полдник у нас мог быть там допустим стакан молока и там допустим там банан или апельсин там или печенька какая-нибудь то есть такой вот легкий перекус но ни в коем случае ничего запретного да боже упаси там никаких не лимонадов ничего закуска закуска русское слово русское слово закуска оно означало да вот слово закусить закусить или восточнославянское закусите или закосите это не случайно вот кускус слово кусок кусок съесть кусок чего-либо не целое блюдо закусить за куском подтянуться а не за полноценным блюдом и вот как раз вот тот самый ланч ланч который естественно ассоциируется и правильно абсолютно он ассоциируется с английскими англоязычными странами это по сути говоря наш русский полдник это у англичан это ланч вот наш русский полдник присутствует печенье курабье и стакан молока пожалуйста а вот ланч английский английский ланч где присутствуют сэндвичи неправильно и весьма серьезно ну вот на самом деле русский да перекус мог быть рыбка немножко мяска картошечка лучок соленье грибочки помидорчики огурчики зелень капуста вроде что-то и в желудок закинул но в то же время и ничего такого тяжелого но опять же напомню дамы и господа это у кого была возможность на самом деле вспомним да кощунственная реклама 90-х годов да когда ну там месяцами зарплату не платят народ сидит там на голодном поике не видит порой самого основного а по рекламу идет это вот я помню это реклама собачьего кошачьего корма там сидишь просто вот там нежная мякоть ягненка там в соусе миллионы российских граждан на котором жрать нечего сидят просто этот телевизор наверное убить готовы были просто кто ест там не знаю морковь картошку и макарон а им это показывают по телевизору что елки-палки собаки лучше нас е-мое едят сервировка да-да-да дамы и господа сервировать стол целая наука целая наука вот это вот сервировка которую мы видим перед собой кстати это вот я кинул взгляд ну я эфир-то когда готовил я человек опытный стал это не русская сервировка нет приборов мало слишком мало приборов возьмите профессионального официанта высокого класса и он вам объяснит что способов сервировки стола для приема пищи великое-превеликое дамы и господа множество и одна из разновидностей это сервировка есть английская есть французская а есть русская сервировка вот любопытная история кстати Денис Фанвизин автор недоросля вспоминал часто на званых обедах в Москве или в Питере когда бывало что там садишься и сервируют стол прости господи по-английски или по-французски приезжаешь домой голодные с обеда как собака домашние домочадцы удивляются ты же вроде с обеда приехал что ты ешь потому что вот это вот вот завели английские традиции понимаешь вот посадили тебя за стол поставили тут рядом кто бывал на банкетах там например да на праздниках особенно когда оказываешься за большим столом в компании незнакомых людей вот рядом с тобой например рыбная нарезка овощная нарезка хлеб а вот вот там вот вот там вот мяско вот там а вот там вот фруктики а вот там вот графинчик с соком там а вот ну как-то ну вроде все сели как-то тянуться через тарелку соседа ну не совсем прилично люди как-то пока еще незнакомые как-то там как-то там как-то там как-то там мужчина вон там это мясо нет не то вот рядом передать ну как-то неудобно вот фан Висин по этому поводу ворчал что завел эти традиции то ли дело вот по-русски стол когда прислуживающие слуги к тебе и подходят и у тебя спросят а что вы как бы барин желаете и ты прямо скажешь а вот 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 там а вот там мне грибочков брать положить а вот тут вот мне вот там мясо вот все и обнесут и принесут и подадут ну на самом деле это вот конечно вот тут в этом плане фан Висин хвалил именно русский этикет русское обслуживание и русскую же сервировку вот тебе и приборов тебе что душа пожелает и для рыбы и для мяса и для устриц и для салата и для овощей и для фруктов тебе вот пожалуйста бокалов посуды для напитков мы естественно не крестьянскую семью берем это сами понимаете и то там братина и черпачки висят прям вот из одного хлебать ну скажем так недалеко не везде это было принято фряжская болезнь просторечий говоря сифилис знаете ли он и на Руси тоже был и как-то народ в общем-то на самом деле дураком то не был он понимал что вот это как-то не всегда оправдано вот если там тем более гости за столом еще мало ли что он там тебя напустит понимаешь ли если ты из одной братин с ним прям хлебать вот бокалов должно было быть минимум три три для вина шампанского и воды или там морсов например там или взваров ничего но для двух видов алкоголя это обязательно перевожу камеру вот посмотрите вот сервировка по-русски вот я прям сразу хочу сказать что это сервировка не русская вот смотрите обратите внимание справа от тарелки справа должна быть вон видите маленькая вилочка вот она лежит неправильно она должна лежать как бы в ложечке которая от нее слева почему это устрищенная вилка для устриц и она должна быть положена в ложку а не лежать на столе потом далее должен идти ну да вот там идет ложечка хорошо суповая ложка ладно зачет нож рыбный потом нож мясной потом нож салатный потом нож фруктовый елки-палки а здесь нож один грубейшее нарушение это не русская сервировка сервировка еще вот заменяется ну таким модным словом французское слово куверт 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 в переводе куверт покрыть что-то покрытое что-то накрытое вот куверт куверт далее с левой стороны с левой стороны должны лежать вилочки здесь вилки всего две а должно быть по-русски четыре потому что должна быть вилка рыбная рыбная должна лежать крайней слева рыбная мясная салатная фруктовая вы удивитесь скажите а десерт а компот что русские люди десерт не ели ели но по русской сервировке русский куверт дамы и господа неважно какой прием пищи завтрак обед или ужин не имеет значения со стола все приборы убираются остаются только бокалы только бокалы остальное все со стола долой вот будете устраивать истинно русский завтрак кстати дамы и господа хорошим тоном в деловой среде уже на самом деле несколько лет как у нас в россии эта мода входит в оборот и я считаю в общем то правильно это традиция делового не обеда и не ужина ужин мы выяснили и запомни это на расслабоне все уже отдыхаем выдох традиция делового завтрака сами понимаете дамы и господа когда вы встречаетесь с бизнес-партнером за деловым завтраком который проводится с девяти до десяти с десяти до одиннадцати и вы ведете разговор о каких-то важных делах зачастую срочных когда вы только завтракаете и у вас впереди еще целый день и вам и вашему партнеру по завтраку по деловому согласитесь будет весьма неудобно сказать хорошо хорошо там завтра мы приступим там ну какой завтра вдруг время десять утра ну а что ты днем делать будешь сейчас позавтракаем и давай ну прям до обеда уже приступим со своей стороны я со своей погнали так что хороший тон дамы и господа действительно это традиции вот именно делового завтрака для десерта у нас в России сейчас просто подборочка картин имеющих отношение к приемам пищи для десертов выносится на стол с которого причем очень важно куверт когда оставили бокалы и унесли все перед десертом со стола столы обязательно необходимо протереть либо сменить скатерть это просто хороший тон выносят тарелки для десерта на тарелочке десертной должна располагаться особым образом сложенная салфетка исторически это могли быть балы 18 начало 19 века выносилась еще чашка для воды для того чтобы ополоснуть руки или пальцы впоследствии эта традиция исчезла десертная вилка и десертная ложка вилка кладется от тарелки всегда слева ложка справа и уже гости сами снимали салфеточку повязывали на шею или клали перед собой на ноги и приступали уже собственно говоря к десерту то есть русская традиционная русская сервировка блюд на столе это разделять блюда например там тушку там поросенка молочного или там цельного кабана например еще на кухне разрезать раскладывать по тарелкам ну на кухне там или на буфете где как и блюдо выносить гостям в соответствии с тем порядком которое изначально заявлено в меню представьте себе исторически дамы и господа меню это не только вот как вот сейчас в ресторан вы пришли и просто перечень блюд которые вы можете заказать закажите себе все десерты закажите себе там все супы нет меню это спойлер такой как бы спойлер на будущее мы сразу показываем вам из чего будет состоять сегодняшняя наша трапеза или еда любопытный факт что в конце 19 начале 20 века наиболее крутые фешенебельные рестораны крупнейших городов России свои ну скажем так аналог современного бизнес-ланча могли публиковать заранее в газетах как вот в некоторых современных заведениях общепита да бывает там в этот день у нас там в понедельник у нас там борщ во вторник уха в среду там рассольник в четверг там гороховый суп или там еще чего-нибудь так же вот могло быть и раньше дамы и господа вообще на самом деле приему пищи у нас в нашей стране всегда придавали очень и очень большое значение потому что вот например помните в детстве там доедай все съедай все чтоб съел в тарелке ничего не оставляй старший поколец вспомнит еще вот эту байку про владимир ильича ленина там нет нет ребята в общество чистых тарелок вас не возьмут нет вы плохо кушаете что это такое вы оставили в тарелке вот тут казалось бы дамы и господа но если ребенок не хочет ну смысл в него пихать очень просто очень просто дамы и господа юрий про повинальный обед можно отдельно про кутью и все про у нас был прямой эфир такой где я про кутью рассказывал понимаете как особенно в советские времена дамы и господа государство например для детского сада потратила советская власть деньги средства купили продукты приготовили для вас понесли убыток между прочим ведь на самом деле обед денег стоит а вы плохо кушаете безобразие это же вспомните как в золотом теленке да у Ильфа и Петрова Александр Иванович Корейко не ел подпольный миллионер не ела питался он просто проводил процесс введения в организм необходимого числа белков жиров углеводов все вот там кто работал с ним в конторе заканчивали чаем он выпивал стакан кипятку потому что чай излишнюю сердечную деятельность разводит Александр Иванович он за собой следил вот как-то так вот незаметно оу мам дорогая сорок минут с лишним в итоге вышло ну что же надеюсь эфир был познавательный надеюсь он был аппетитный надеюсь традиционные наши русские приемы пищи для вас открылись с новой стороны забавный факт кстати ну правда это не из нашей культуры ученые корейской народно-демократической республики КНДР вообще давно уже доказали что кушать надо два раза в день да два раза в день в обед и легкий ужин так вот лучше ну потому что в Северной Корее особо есть нечего поэтому сами понимаете хотя любопытный факт что в эпоху средневековья в Европе да это была такая традиция что завтрак часто европейцы пропускали они плотно обедали и слегка ужинали но это европейцы у нас вот наши люди мы выяснили наши вот русские люди восточные славяне если была такая возможность употребляли пищу пять раз в день можете представить да в чем смысл самовара ну Василий вы прямо умиляете это самоварный комбинат туловар и я вам ответим самовар это один из символов нашего города который мы любим чтим и всегда помним что он вырос из производства именно оружия так ну что же прямой эфир сохраняю будем благодарны за лайки и перепосты данного прямого эфира будут прямые эфиры еще впереди и много их запланировано всем приятного вечера и кто еще не поужинал тем приятно поведение